Всем привет с вами Вадим Казин и сегодня в этом видео я вам расскажу про французский премиум линкор восьмого уровня под названием Гасконь и так пожалуйста вот он перед нами и мы начинаем что хочется сказать по поводу этого линкора у этого премиум линкора есть своя интересная фишка которая отличает этот линкор от других линкоров но про нее мы поговорим чуть чуть попозже а сейчас давайте вкратце расскажу вообще что это за линкор вы все прекрасно знаете что такое решилье так вот это примерно то же самое только с другим расположением башен главного калибра у нас не две башни носовой части а всего лишь только одна зато вторая башня переехала в кормовую часть хорошо это или плохо с одной стороны это конечно и хорошо и с другой стороны это конечно плохо что здесь хорошего когда мы активно маневрируем мы начинаем активно разворачиваться у нас есть возможность использовать кормовую башню и мы можем дать что-нибудь противнику в ответ но то же время когда мы идем в атаку нам приходится ставить вот такой вот угол для того чтобы использовать кормовую башню поэтому здесь есть и свои плюсы и свои минусы что перевешивает я вам не могу сказать в разные бывают ситуации иногда надо идти в атаку практически всегда иногда надо активно маневрировать для того чтобы не на получать от противников поэтому это это ситуация она конечно бывает и поэтому здесь можно сказать что 50 на 50 из интересного что тут есть еще у нас все те же самые орудия 380 миллиметров также здесь неплохое пво но стоит ли прокачивать пво командиру если он сидит на вашем корабле но здесь наверное большой вопрос почему потому что мы очень хорошо отгребаем от фугасов не сказать что мы прям постоянно отгребаем но если по нам стреляют крупнокалиберными фугасами от нас отлетает очень большое количество очков боеспособности также мы часто горим поэтому вместо того чтобы прокачивать пво я рекомендую прокачать все-таки противопожарную именно защиту потому что все таки мы будем очень часто гореть и без противопожарки мы будем очень сильно страдать также хочется вам рассказать про орудия орудия довольно своеобразные они иногда бывают точными иногда бывают не точными с чем это связано связано с тем что здесь неплохая сигма но очень большой круг разлета снарядов и бывают такие вот ситуации когда ты стреляешь и попадаешь прям в яблочко а бывают такие ситуации когда ты должен попадать но у тебя снаряды разлетается в разную сторону и ты просто не знаешь что сказать в этой ситуации также хочется сказать что орудия очень неплохие в плане пробития пробивает прекрасно вот даже ситуация сейчас вот рому выбил него две цитадели а вы знаете что рома довольно таки неплохо защищен но вот пожалуйста у газконе это получилось пробитие здесь действительно очень хорошие у нас напомню 380 миллиметров но здесь пробитие буквально напоминает орудие в 406 миллиметров или около того то есть пробиваем мы вражеские линкоры очень и очень неплохо но и в то же время поскольку у нас мощное пробитие мы можем делать большое количество сквозняков вражеским крейсером все-таки пробитие мощное пробиваем но снаряды не всегда заводятся поэтому бывают такие ситуации когда мы стреляем по крейсеру и просто вылетает что-то там вроде бы чуть-чуть побольше чем тысяч но теперь давайте поговорим по поводу фишки у этого линкора но я начну немножко издалека поскольку я сказал что этот линкор очень сильно страдает от фугасов также ему бывает очень часто хорошо заносят бронебойными снарядами в плане урона и этот линкор не для того чтобы вот идти прям в атаку и давить и писать в чате ребята поддержите я танкую нет у этого линкора своя особенная роль назовем линкор поддержки то есть да мы стреляем да мы там что-то какой-то урон наносим но мы действительно очень часто будем огребать в плане обратного урона и все было бы ничего да и когда игроки купили бы этот линкор они бы сразу были пошли бы на форум и писали бы разработчики вы зачем нам продали такой вот корабль который совсем не держит удар что нам теперь в этой ситуации делать разработчики окей вопросов нет сейчас мы что-нибудь придумаем и придумали фишка этого линкора состоит в том что здесь очень быстрая перезарядка килки она составляет всего лишь только 40 секунд по сравнению с другими одноуровневыми линкорами у которых это составляет 76 секунд то есть практически в два раза быстрее мы имеем возможность или тебе очки боеспособности что это означает это означает о том что если мы наравне с бисмарком допустим идем в атаку нас по очереди снимают одинаковое количество очков боеспособности с нас то я раньше имею возможность отхилить вот эти вот очки боеспособности то есть это позволяет нам чуть-чуть а может быть иногда и побольше пожить именно на поле боя да у нас конечно ограничено это количество а представьте было бы если бы не было бы этого ограничения мы бы практически через каждые 40 секунд могли прожимать вот эту вот хилочку и мы были бы практически бессмертными но к сожалению у нас всего лишь только 5 зарядов хилки при условии что мы откроем нашего командира супер интенданта что я вам обязательно рекомендую это делать потому что поскольку линкор у нас довольно таки такой хиленький практически как хрустальный все-таки я вам рекомендую обязательно прокачивать супер интенданта бог с ней с этим пво обязательно качаем противопожарку обязательно качаем и супер интенданта ну а дальше на ваше усмотрение можете дальше хоть пво качать можете дальше прокачивать живучесть но я вам рекомендую все-таки прокачивать этот линкор в живучесть потому что чем больше вы живете тем Чем больше вы можете нанести урона, чем больше вы наносите урона, тем больше вы приносите пользу своей команде Чем больше вы принесли пользу своей команде, тем больше вы будете радоваться от различных цифр в результатах после окончания этого боя То есть, по-моему, все очень закономерно Логично, не правда ли? В общем, что хочется сказать Да, линкор этот имеет свою уникальную фишку, с одной стороны, да? Ну, с другой стороны, конечно, с защитой и защищенностью у этого линкора не все так хорошо Но в ответ мы можем очень так хорошо огрызаться, мы можем надавать так хорошо противнику с помощью своих орудий главного калибра Конечно, нам придется доворачивать борт для того, чтобы использовать все 8 орудий в сторону противника Но больше здесь как бы ничего не остается делать Хочется сказать, что у нас также есть стандартный французский форсаж Он иногда помогает, вот как раз в таких ситуациях, когда выходишь, перед тобой много противников И тебе надо быстренько, очень быстренько свалить, иначе ты под фокусом просто растаешь Как мороженка под солнцем Поэтому используйте форсаж и не забывайте про это Также хочется немножко помечтать А вот представьте, если бы здесь завезли бы разработчики барабан Тот самый барабан, который есть у крейсера 8 уровня Есть у линкора 9 уровня И будет у линкора 10 уровня под названием Бургонь Это был бы, наверное, просто прекрасный линкор И я бы, наверное, его очень сильно полюбил А так, это в принципе как бы неплохой линкор И если хотите, можете его приобретать Я не скажу, что он прям сильно нагибает Нет, он не имба Но в то же время это не кактус То есть более-менее какие-нибудь средние значения по сравнению с другими линкорами Вы будете достигать Если вы неплохо играете, допустим, на лобами То я думаю, что вы будете неплохо играть и на этом линкоре То есть линкор сам по себе среднячок То есть разработчикам получилось сделать его именно сбалансированным И не вырываться вперед Либо наоборот сильно падать по сравнению с другими линкорами То есть этот линкор полностью в балансе В принципе, больше мне как бы сказать про этот линкор нечего Он сам по себе довольно-таки забавный Если хотите, покупайте Он сейчас у нас продается в клиенте за дублон Если не хотите, не покупайте Это ваше полное право Но в принципе он вполне играбельный И на нем можно приносить какие-нибудь результаты Конечно, это у нас линкор восьмого уровня И если вы попадете к кораблям девятого, десятого уровня Они вам покажут, что это такое Корабли девятого, десятого уровня Но среди своих одноклассников Он себя вполне неплохо чувствует Ладно, на этом моменте я буду заканчивать это видео Если было интересно, полезно, поставьте лайк Подписывайтесь на канал И не забывайте приходить на мои стримы Надеюсь, они будут очень часто Все, всего вам хорошего И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok